Я хочу вам сказать, человек это существо, рожденное от своих родителей. Но в случае, если человек начинает развиваться в дальнейшем, то данный человек является существом, духовно развиваться, то данный человек является существом, который фактически является рожденным от Бога. Так как человек, рожденный от родителей, он проживает с позиции эгоизма, а также с позиции амбициозности, считает, что он основа земли. Духовный же путь человека связан с его духовным возрождением и с пониманием того, что есть дополнительная третья сила, которая является Богом. И эта третья сила дополнительно является для человека важным и неоспоримой опорой в виде еще духовного отца, то есть по-другому Бога. Человек есть существо, созданное по образу и подобию Божьему. В чем смысл жизни? Это второй вопрос. Ну, он выходит из первого вопроса. Вот смотрите, у меня родился ребенок. Скажите, что я хочу дать этому ребенку или зачем я рожаю этого человека? Даже не зачем я рожаю, а в тот момент, когда родился у меня ребенок, какие желания у меня, когда я начинаю смотреть за этим ребенком, думать о нем? Давайте я вам скажу, как отец своего ребенка и как отец многодетного семейства могу сказать, что когда у меня ребенок рождается, я хочу этому ребенку счастья. Когда ребенок рождается, первое, что хочет человек, как отец, он хочет ему счастья. А скажите, буду ли я думать о том, что мой ребенок, которому я хочу счастья, мне бы хотелось, чтобы он прожил в счастье? Конечно, тогда ответ, в чем смысл жизни, заключается вот в чем. Бог создал человека для, и дальше сами скажите это слово, для того, чтобы он прожил счастливым. Быть счастливым – это и есть наша основная цель и наша основная задача, для того, чтобы не расстраивать своего духовного отца, то есть по-другому Бога. В чем смысл жизни? Я уже объяснил. Смысл жизни является смыслом, в ходе которого человек должен быть счастливым человеком. Задайте себе вопрос, исполняете ли вы миссию божественную, которая наложена на плечи человека, являетесь ли вы счастливым человеком? Ответив на этот вопрос, скажите себе, кто мне мешает быть счастливым человеком? И дальше разделите, это мое внутреннее состояние мешает, это внешнее мир мешает, и что, по моему мнению, быть счастливым человеком? Я хочу вам сказать, что для того, чтобы человек становился счастливым человеком, ему необходимо, чтобы в середине его по чуть-чуть исчезал.